20-й юбилейный детский фестиваль по греко-римской борьбе состоялся в Мурманске. Юные северяне вновь показали отличный уровень владения древнейшим олимпийским видом единоборств. Греко-римская борьба считается одной из наименее травматичных среди единоборств. Спортсмены экипированы в специальные костюмы и обувь. Ковер, так называют место, где непосредственно проходит сам бой, также сделан из мягкого материала, чтобы смягчить падение во время поединка. Греко-римская борьба – это вид спорта единоборства. Такие качества в мальчишке, как дисциплина и ответственность за каждый свой шаг. Он прекрасно понимает, что, выйдя на ковер в центр ковра, он остается один напротив своего соперника. Тренер, секундант, мама, папа, бабушка – все остаются вне ковра. И ему приходится решать все самому. Ответственность за свои поступки порождает настоящих мужчин. В сегодняшнем юбилейном 20-м детском турнире приняли участие 145 бойцов со всей области и один спортсмен из Норвегии. Ребята показали себя с лучшей стороны. Есть очень приличные, хорошие ребята. У нас в Мурманске были в свое время и чемпионы Советского Союза, призеры Европы. Спорт развивался, потом какие-то перестроечные годы были. Какое-то немножко затишье было. А сейчас опять борьба развивается, слава богу. Юные бойцы признаются, что действительно любят этот вид спорта и относятся к нему со всей душой. Несмотря на свой юный возраст, ребята уже понимают последствия своих действий и поэтому максимально стремятся к соблюдению всех правил. Я уже занимаюсь седьмой год. Я выбрала его, потому что он развивает волевые качества, характер, стойкость, выносливость. Он делает человека сильным, мужественным. Нельзя захватывать за пальцы, за ноги, нельзя делать подножки, наносить удары кулаками. И заламывать руки. Поздравить ребят с первыми соревнованиями в этом учебном году решил и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. Игорь Марарий занимается хоккеем с мячом и, как никто другой, знает, на что надеются ребята перед своим ответственным выступлением. Ну, конечно же, всем хочу пожелать победы, как спортсмен. Понимаю, что это невозможно, но все-таки победа без травм – это самое главное для детишек. Ну и, конечно, чуть-чуть везения без него, не как спортер. После боя у ребят зашкаливают эмоции, но как настоящие мужчины и истинные спортсмены, они стараются их не показывать. Нахимовец Юра Сергеев увлекается единоборствами с самого детства. Он занимается самбо и армейским рукопашным боем. Но это были его первые крупные соревнования по греко-римской борьбе, в которых он одержал победу. Боролся с сильным соперником, очень сильным. Я его до этого не знал. Думаю, уже вот проиграю, но выиграл на последних минутах. Хочу поблагодарить Романа Джамбуловича, моего тренера. Огромное спасибо ему за то, что он подготовил меня. Лучших спортсменов в каждой весовой категории наградили памятными грамотами, медалями и кубками. Безусловно, сезон соревнований ребята открыли очень хорошо. Ну а кто не занял призового места, получил возможность проанализировать свои ошибки и исправить недочеты, чтобы к следующим соревнованиям стать сильнее. Продолжение следует...